Уважаемые любители моих небольших роликов На разные темы, в том числе по эволюции, искусству, про мои книжки и прочее Сегодня у нас такой небольшой ролик, ответы на вопросы и некоторые пояснения Поскольку как-то люди спрашивают о разных вещах, интересуются А мне всё некогда и некогда ответить на ваши достаточно интересные, иногда и очень важные вопросы Я буду стараться, ну, рано или поздно получится Пока вот стараюсь сборе крыжовника Потому что из него, как известно, получается роскошный соус, это раз Во-вторых, получается отличная настойка, это два А в третье ещё получается роскошное варенье Которое особенно хорошо зимой с мороженым Впрочем, из этого всего, получается, созревает уже эфизалис Я надеюсь, вы знаете, что это такое Вот я большой поклонник этого продукта Вот он вот так выглядит, если шкурку ободрать Он снаружи ядовитый, но это, в общем, мне не мешает Им лакомятся даже с веточки Это необычайный вкус И получается бесподобный соус, если его сделать по технологии чатни Ну, в общем, всячески вам советую Однако перейдём к ответам на вопросы Вопросов довольно много И касаются они в том числе и моих всяких научных занятий Многие знают, что я после того, как закончил работу над книгой Променок А надо сказать, что Эта книга Уже находится в работе, в издательстве И интенсивно читается И редакторами, и корректорами То есть, ну, там идёт большая подготовительная работа, как всегда Потому что тяжело читать книжку, когда по 60 ошибок на страницу Меня, например, это немного раздражает Вот книжка с книжкой Поэтому обычно работают от полгода до полутора лет Книга большая, там около 200 иллюстраций Писалась она 6 лет, ну, сами понимаете Но она в работе, благодаря вам Уважаемые слушатели Поскольку я, так сказать, бросил клич в своё время Поскольку, как вы понимаете, такие книжки Они убыточны по определению Они, к сожалению, не настолько востребованы Чтобы печать их тиража была оправдана Поэтому, в общем, благодаря вашей поддержке Я готовлю к изданию эту книгу Может быть, она выйдет в начале следующего года Это относительно Миноги И, так сказать, судьбы Миноги Там довольно подробная, интересная книжка Я надеюсь, вам понравится Там не только про мозги Там и про всякие соблазнительные вещи Ну, например, известно, что Миноги – это круглоротые И это Агнат относится, бесчелюстные Так вот, удалось найти У Миноги следы верхней и нижней челюсти Так что, ребята, вас ждёт много неожиданностей А уж те слова, которые будут говорить про меня Теоретики, которые, так сказать Занимаются каббализмом, биоинформатикой И всем остальным Я даже не буду повторять Вы всё услышите сами Особенно эволюционисты Такие от Сахи Которые от роду ничем не занимались Но зато фантазия у них работает хорошо Но она же не требует никаких затрат Вот А в этой книжке собрана чистая фактология Поэтому нравится, не нравится Но придётся опровергать Так что, ребята, со словами я не спорю Потому что за ними ничего, кроме ваших выдумок, не стоит А вот с фактологическим материалом Вы ничего не сделаете Потому что он или есть, или его нет А раз вы не работаете, то и спорить вас с вами не о чем Это относительно Миноги Сейчас я занимаюсь, как вы знаете Сбором более вкусной Это любой блохер вам тут же пояснит Профессор оголодал И решил перейти от не очень вкусных Миног Ну, с точки зрения большинства населения К вкусным стерлядкам И поэтому затеял весь этот проект Связанный с саратовскими стерлядями Да, да И это тоже есть Но проблема заключается не только в том, что стерляди на гербе Саратова Там их три штуки располагаются Они вообще их принято было есть в России Вспомните стихи знаменитых наших поэтов До Пушкинской эпохи Шекснинская стерлядь золотая Ну, тогда в Шекснин еще водила стерли Сейчас ее извели удачно Как много чего другого Я, кстати, по этой причине, например, считаю, что Азовсталь восстанавливать нельзя Я думаю, что продажа редких сортов рыб, которые водятся в Азовском море За два года покроет все экономические проблемы с Азовсталью Может, не надо туда ничего сливать В это Азовское море Оно мелкое, очень биопродуктивное Может, как-то вот тут озаботиться И сориентировать территорию Возвращенную к России в другом направлении А не сталь там плавить Ну, это дело чиновничьи, как известно А с чиновниками у нас тоже, как широко известно, огромные проблемы Особенно с их головами Стушка тела, там все хорошо Так вот, продолжая разговор Я, да, интересуюсь стерлядью И стерлядь водится не только в Саратов И здесь я был в Санкт-Петербурге Я прикупил замечательную шляпку Побывав в разных местах Поискав ее И был потрясен распродажей В Пулковском таком скидочном супермаркете Когда шляпу в три раза хуже, чем та, что на мне Предлагали по скидке Скромно, по дешевке За 30 тысяч рублей Ну, есть, конечно, безумцы, наверное, которые как-то покупают Но нет Мне не удалось Разогреться до такой степени Чтобы потратить такие бешеные деньги Я, так сказать, намного скромнее В соседней лавке купил В трех километрах от этого замечательного распродажного центра Вот такую замечательную шляпу Шляпа мне очень нравится И очень хорошо сделана Так вот, у меня спрашивают очень многие Кроме того, что я занимаюсь стерлядью Как это я осуществляю? Да вот, пожалуйста, посмотрите на ролик Вот я в стерлядь В одном из небольших ресторанчиков Рыбных Под Санкт-Петербургом Как раз я занимаюсь тяжелым трудом Ловлю стерлядь в садке с очком И мне, в конце концов, это удается Что самое потрясающее Ну и дальше, конечно Когда ее приготовили Она была съедена Не с исследовательскими, а с пищеварительными целями Ну, других стерлядей, которые идентифицируются Все-таки не как бестер Я поступаю иначе У них тогда изымается нервная система И масса других запчастей Это раз То есть, иначе говоря, в ближайшее время Буду работать над этой книжкой Теперь меня спрашивают все время Про всякую политику Ребята, я про политику ничего не знаю Я занимаюсь эволюционными процессами В среде гоминид И даже экспериментальными событиями Как вы знаете Делаю иногда опыты Для того, чтобы добиться некого результата Используя диссипативные структуры Как механизмы самоорганизации Контроля за человечеством Да, это нехорошо Я понимаю Ну, очень хочется А если хочется, как вы знаете, то можно Ну, понемножечку Ну, кому какое дело там, да Директор АНБ Да уж нам точно никакого Ну, и в таком духе То есть, да, действительно Это все происходит Да, действительно Я балуюсь этим делом Я балуюсь этим делом Но я политикой не занимаюсь Мне абсолютно неинтересно, кто куда поехал Кто кому чего сказал Кто там где подпрыгнул Ну, вот мне абсолютно до лампочки Но это все равно, что вы будете переводить на русский язык Разговоры каких-то обезьян в зоопарке И потом их обсуждать бурно Ну, я не дошел до такого уровня Такого градуса, так сказать, оглупления Чтобы всерьез это об этом рассуждать Ну, не могу я это себе позволить По этой причине Я занимаюсь только серьезной проблемой Ну, кому интересно Как фишка ходит на этой планете Ну, посмотрите Навозный указатель ролик Который большинство вообще не поняло, о чем там речь Или духовный мутуализм Это вообще не объяснение, а почти прямой приказ Ребята, подумайте Это как раз об этом, обо всем О эволюции человечества в ближайшее время Именно поэтому Таморбан сейчас недавно метался Между Украиной и нами На самом деле, являясь, собственно говоря, гонцом Ну, которых не казнят Слава Богу, все лучше И с моей точки зрения Если уж интересует, менее в кое-веке раз То полякам и американцам В первую очередь, полякам надо ставить войска Не к Белоруссии А чуть-чуть южнее Кракова И Познания Потому что Заканчиваться Польша будет оттуда Когда добрый Орбан, получив все одобрения Решит восстановить австро-венгерскую империю Которая, конечно, будет Никуда не денешься Потому что мы выкармливать всю эту Южно-юго-восточную Европу Естественно, не будем Пусть этим австро-венгерцы занимаются Они по привычке там быстро все наладят Но с Польшей будут большие проблемы Потому что она что-то слишком долгое Слишком большая По-моему, там пора укоротить Ну вот Еще несколько объявлений надо сделать О том, что нам предстоит В ближайшее время Издательство чуть-чуть изменит свою стратегию Из-за высокой загрузки Не то, что я такой плодовитый Нет А из-за того, что много всякой другой работы Издательское дело Оно сложное, тяжелое И непростое По этой причине Издательство в ближайшее время Откажется от Рассылок Книг И книги будет рассылать только авторские То есть, что это имеет в виду? Что Да, у издательства есть там Кое-какая заначка Даже вот атласы на пружинке Там старые издания Которые давно уже исчезли из продажи Но они есть в небольшом количестве И там они будут продаваться Только с моей подписью через издательство И, конечно, это будет Несколько дороже, чем в магазинах Потому что, ну, понятно, что И мне надо ездить, и издательству надо Книжки готовить Выбирать, подбирать и прочее Поэтому частные такие покупки Через издательство В ближайшее время будут полностью отменены Ну, кроме вот этих Эксклюзива с моим авторством Книжки Поэтому, уважаемые слушатели Приношу извинения Но теперь Я боюсь, что все Мои книжки будут распространяться Или через Какие-то интернет-ресурсы Где они продаются Ну, или через магазины книжные Вот такая история Кроме этого, меня спрашивают Всякие байки про фотографии Про фотографию Я как делал, так и буду делать Некоторые ролики О всяких сложных вещах В фотографическом искусстве Это всегда проблематично Потому что любителей фотографий Не так много, как Популярных политических блохеров Поэтому, как бы Интерес не такой большой Но, тем не менее Книжка Портрет Искусство фотографии Вышедшая в этом году Она При всех странностях Заканчивается Как практически закончилась Книжка Формат Искусство фотографии Тем не менее То есть, видимо, люди Вполне здравые Занимающиеся искусством У которых есть средства на это И могут себе позволить Плёночную форматную фотографию Но они всё-таки есть в стране Интерес к осознанному Занятию фототехникой Он тоже присутствует Поэтому книги Такие, как вот Апланат, Тессар, Триплет Дагор Формат Они, в общем, подходят к концу Потому что тиражи были небольшие Что издания, по сути дела Почти все убыточные И поэтому, конечно Часть из них будет пересдаваться Часть пересдаваться быстрее всего не будет А если переиздания будут планироваться То только подписки Просто в свободную продажу Они практически не пойдут Вот примерно такая ситуация А так, о вас поздравляю С последним месяцем Лето, которое скоро наступит Ну и желаю хорошо отдохнуть Погреть пузико Почитать интересненького Сходить в музей Кстати говоря, я здесь был в Санкт-Петербурге Тоже в музее В Эрмитаже Опять-таки по тематике работы И смотрел на тюрморты И в том числе на тюрморт Снейдерса Даже выпустили книжку старую Ну, почему старую? Потому что написал эту маленькую брошюрку Левенсон-Лесенка Еще в 1924-1926 году Где описывается этот выдающийся Любитель мертвой природы Натюрморта Ну и конечно я там нашел Самое главное интересное Рыбную лавку Где показано, что в Европе Еще совсем недавно 300-400 лет назад Водились стерляди Которые занимают на картине Снейдерса Ключевое положение Вкусняшка, однако Поэтому я получил Некоторое подтверждение Того, что я на правильном пути Которого лишены европейцы Уже несколько столетий На этом, уважаемые слушатели Я с вами прощаюсь Надеюсь, я достаточно ответил На простые вопросы Которые мне задают Потому что сложные вопросы Требуют отдельных Длинных передач До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok